Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодня вот долго и тщательно со всех сторон рассматриваем тему выращивания рассада петунии. Я рассказала, как я готовила грунт, показала все это. Сейчас буду долго-долго рассказывать о посеве семян петунии на рассаду. Петунию любят все, все хотят научиться ее выращивать, но если вы начинающий огородник, то первый год может и не получиться. Бывают вот такие нюансы или мелочи, о которых может быть вы не услышали или может быть даже никто об этом не говорит и рассада погибает. Но мы будем надеяться, что нынче в этом году у нас вся рассада будет крепкая, здоровая, потому что петуния это действительно королева нашего сада, нашего огорода. Она украсит любой участок, и балкон, и веранду, и в кашпо можно вешать, и высаживать просто в землю, в грунт. Есть несколько видов петунии, которые отличаются формой, цветом различные. Там есть и ампельные, есть кустовые, есть какие-то мультифлоры. Очень-очень много, все перечислять не буду. Но вот чтобы вырастить, следует действительно приложить большие усилия. У некоторых, как вот многие люди не могут годами вырастить качественную рассаду и считают прям, что выращивание рассады это действительно какое-то искусство, непостижимое, недостижимое. Но если вы научитесь выращивать один раз петунию, у вас потом пойдет, как по маслу все. Нужно только разобраться в особенностях посева. И чтобы не было никаких разочарований, нужно делать все так, как требуется, именно для этого цветка. Потому что у каждого цветка есть свои особенности. Вот если говорить о сроках посева, еще много разочарований из-за сроков неправильно выбранных посева. Кто-то посеет рано, но не может обеспечить им хороших условий. Например, нет досветки. Получается хилая больная рассада, которой вообще смотреть на нее даже жалко. Вот перед тем, как приступить к посеву семян, мы должны решить, с каким сортом вы будете, какой сорт вы будете сеять. И какой посевной материал вы будете выбирать. Или простые семена, или гранулы. И когда вы хотите получить цветение этого цветка. Вот семена бывают простые и в гранулах. И вы сразу решайте, перед посевом, какие будете сеять. В гранулах немного попроще вам обойдется посев, но они дороже. Простые семена, они дешевые, но их высевать по одной штучке сложно. Обычно загущенно сеем. Нужно уметь пикировать, нужно определять время пикировки, чтобы не упустить ее. Ну, я уже говорила, что гранулы, конечно, они имеют свое преимущество, потому что их легче раскладывать. Если вы не боитесь потерять там несколько сотен рублей, то первый раз, конечно, можно с гранул начать. Ну, при выборе, если выбор упадет у вас на простые семена, тогда сразу готовьтесь, что пикировать придется заниматься ювелирной, ювелирной работой. Вот эта пикировка. Если вы хотите высчитать, когда точно вам посеять, два месяца, вот от посева, ну, как не от посева считается, от всходов, как вот только первые всходы появились, через два месяца она примерно зацветет. Вот и считайте, если вы раньше июня высадить не можете, то рано не начинайте посев. Обычно сеют и в январе, и в феврале, но это сеют те люди, которые продают, выращивают рассаду для продажи, им она уже нужна весной в растущем, в цветущем виде, чтобы показать покупателям, когда, какой цвет. Если вы посеете для себя рано, вы будете с ней мучиться, она будет у вас вырастать, у меня в прошлом году разрослась, расцвелась, я не знаю ее куда девать, она у меня пол теплицы заняла. А высаживать было рано, живу в сибирском регионе, на улице пошел снег у нас в мае, и высаживать рано, и я и рассаду жалко, она перерастает, падает, сплетается, ломается. Я нынче поэтому начала посевы свои чуть попозже, пусть она будет там на неделю, на две попозже расцветет, но зато у меня не будет проблем с рассадой рано весной. Обязательно, если вы рано посеете, нужна дневная подсветка. Те, кто сеет в последних числах февраля, вот сейчас даже в первых числах марта, у нас пасмурная погода, вообще нет солнца, если петуния взойдет, не будет света, она у вас пропадет. Это тоже относится к одной из главных особенностей петунии, что рассада тоненькие росточки, хиленькие. Если не будет света и на улице будет пасмурно, вы не сможете вырастить качественную, здоровую рассаду. Теперь про сам посев. Так как семянам петунии для всхода, для всхода семян петунии нужен обязательно парниковый эффект. Без вот этого парникового эффекта, когда крышечка, обязательно нужна емкость или крышка, или мешок. Вот я сейчас куда-то уже свою крышку делала. Короче, это не от этого, но все равно. Лучшим вариантом, конечно, сейчас являются вот такие из-под еды контейнера с крышечками прозрачными. Обязательно, чтобы поступал свет. Вот эту бумажку нужно убрать. Парниковый эффект это что, некоторые, если не знают, это когда вы закрываете, и вот вся влага скапливается там, конденсат, вот как повышенная влажность и тепло. Вот вам парниковый эффект. Но парниковый эффект имеет, это как медаль о двух сторонах. Если вы не будете проветривать, то рассада, как только взойдет, она сразу у вас погибнет, опять же, от той черной ножки, от перевлажнения. Поэтому еще один нюанс, вот еще и одна особенность посева и выращивания рассады петунии, что да, ей нужен обязательно парниковый эффект. Крышка должна быть всегда закрыта. Но раз или два в день нужно обязательное проветривание. Обязательно. Тогда дружные вот эти всходы, они у вас появятся. Вот только-только появились. Вы сразу крышку снимаете. И вот это вот проветривание нужно в течение дня двух увеличивать. Вот на два, на три часа, вот как только видите, что уже появились там вот зелененькие такие, они сначала будут даже не листики, а вот, ну как маленькие червячки зелененькие. Я потом покажу, как только вот это появилось, уже полностью весь день парниковый эффект нельзя держать. Вы понимаете, что парниковый эффект, маленькие росточки, они быстро загниют. Тогда уже начинаете понемножку приоткрывать на час, на два. Как только показываются листики, убираете. И иногда пикировать приходится даже в фазе двух семидолей, крошечные, 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 если загущенный посев. Если вы в первые дни не распикируете, она у вас опять погибнет. Вот это еще один нюанс выращивания, вот такая особенность, что в загущенных посевах она долго не живет. Казалось бы, многие говорят, ой, взошла такая дружная, хорошая, глаз не нарадуется, через два-три дня вся упала. Она упадет, потому что, когда их много, они начинают тянуться к свету. И они делаются тонкие, тонкие, тонкие. Если там еще влажность повышенная, вот эта черная ножка, они все у вас упадут. Не надо доводить до этого. Тут нужна золотая середина. Должен быть парниковый эффект, должна быть там влажность. Каждый день, пожалуйста, опрыскивание после посева. Вот опрыскиваете, опрыскиваете, вот так вот опрыскиваете. Но и тут же и проветриваете. Казалось бы, два противоречивых действия. Тут же надо увлажнять, чтобы было все влажно. И тут же надо проветривать, чтобы все это высохло. Да, вот в таких условиях, она любит такие условия, чтобы и влажность, и свежий воздух, все было одновременно. Но вы потом приспособитесь, ничего сложного в этом нет. Вот. Вот. Пластиковые контейнеры подойдут идеально. Если будете в кассетах, вот, например, гранулы, я вот сегодня уже рассадила несколько, то нужно помещать в полиэтиленовый пакет. В полиэтиленовый пакет одеваете, каждый день снимаете, сбрызгиваете, увлажняете по той же схеме. То же самое. Парниковый эффект, чтобы было постоянно влажно, но чтобы было ежедневное проветривание. Сам посев очень простой. Насыпаем почву в контейнер, в кассеты и каждый вид сеем по-разному. Гранулы я вот сегодня уже показала. Просто в углубление вдавливаю пальцем. Эти вот по грунту просто рассыпаю. На пеленку тоже рассыпаю. Сверху сбрызгиваем, увлажняем и все. Сам процесс посева, он очень простой. Главное поддержать условия вот в первые дни после посева и вовремя распакировать. Поэтому сейчас я вот рассказала принцип посева, буду отдельно, а я уже показала, как я в гранулах посела, и буду отдельно каждый способ посева рассказывать, чтобы не удлинять видеоролики. Вот кто принцип посева послушал, может быть потом он не будет дальнейшие все три или четыре смотреть, посеет, как я, ну теорию выслушаю, это сам посеет. Но все это я покажу. Сейчас я покажу, как сею простые семена. Показала уже как в гранулах. Потом еще будет время из шприца на пеленку, на снег. Так, способов посева петунии очень много. И перепробовав каждый из них, вы для себя потом в конце концов выберите самый, тот, который вам подходит, который вам удобен. Потому что все мы разные. Кому-то нравится на снег, вот мне на снег не понравилось, потому что я знаю, что она любит тепло. И одновременно посеяв на грунт и на снег, на снегу там же холодно. И вся эта почва, еще несколько дней, вот эта вот поверхность почвы, снег-то растаял, она еще была холодная. И пока почва прогрелась, эти уже у меня взошли. Поэтому я решила все-таки на теплый грунт, мне понравилось больше. А кто-то сеет на снег, потому что там видно вот эту вот загущенность вот этих семянок. Ну все, до свидания. Я не буду сейчас удлинять ролик. Вот этот ролик был именно о принципах посева петунии. Что любит петуния, как ее нужно сеять и что нужно соблюдать, какие правила, какие вот эти мелочи. В следующем видеоролике я покажу сам посев именно. До свидания.